Девушки отдыхают Здравствуйте! На канале РЕН-ТВ программа «Народ против» и ее ведущий Александр Милосердов. В нашей программе выигрыш не ограничен, а вопросы присылают сами телезрители. Я прошу в студию нашего первого игрока. Здравствуйте! Марченков Анатолий Сергеевич из города Реутов. В этом человеке очень гармонично сочетаются пенсионер, альпинист, парашютист. Возможно, здесь сыграла определенную роль его специальность. Инженер авиационного прибора строения. Вы пришли на игру. Сколько вы собираетесь выиграть, Анатолий? Надежды хорошие, но будем надеяться на лучшее. Сколько же вам нужно для полного счастья? Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, но чем больше, тем лучше. Не меньше 50 тысяч. Да, хотелось бы. И мне бы тоже очень хотелось бы этого. Я расскажу вам правила нашей игры. У вас 4 минуты. Всего 5 раундов. Каждый по 5 вопросов. В первом раунде вы должны ответить на 1 вопрос из 5. Во втором 2. На третьем 3. В четвертом 4. Пятый раунд. В нем вы отвечаете на все 5 вопросов. Если вы не знаете ответ, вы говорите пас. Или берете вопрос замены. Из какой области знаний вы хотите взять вопрос замены? Династии Романовых. Очень интересно. Я историю люблю. Также вы должны знать. После каждого раунда вы можете взять свой выигрыш и покинуть передачу. Надеюсь, что этого не случится очень долго. Хотелось бы. Вы готовы играть? Готов. Народ против Анатолия Марченкова. Первый раунд. Первый вопрос. Оттенки какого цвета имеют клетки хлоропласты? Пас. Зеленого цвета. За исследование какой горной системы получил приставку фамилии Петр Семенов? Пас. Тянь-шань. Назовите химический элемент, который считается самым тугоплавким металлом. Кремния. Вольфрам. И судьба. Анатолий, к сожалению, ваша мечта не сбылась. Да. Это был первый раунд. Вы не выиграли ничего. Алифтина Волкова из города Светлая выигрывает 500 рублей. Здравствуйте, Алифтина. Здравствуйте, Александр. Я поздравляю вас с вашим выигрышем. Вы довольны? Очень. Чему вы довольны? Выигрышу или тому, что участвовали в нашей программе? Естественно, участие в вашей программе. Мне тоже так кажется, потому что выигрыш невелик. Это не имеет значения. Спасибо. Спасибо вам. А сколько вопросов вы прислали нам еще? Двенадцать. Хорошо, это много. Значит, мы с вами встретимся еще раз. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. А вы, Анатолий, покидайте нашу студию, к сожалению, с абсолютным нулем. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Из города Санкт-Петербург к нам на игру приехал военный преподаватель учебного отряда подводного плавания Хлипцев Владимир Дмитриевич. Я желаю вам удачи и познакомлю вас с нашими правилами. Итак, у вас 4 минуты. Всего 5 раундов. В каждом раунде по 5 вопросов. В первом раунде вы должны ответить на 1 из 5 вопросов. Во втором на 2, в третьем на 3, в четвертом на 4. В пятом раунде вы должны ответить на все 5 вопросов. Если вы не знаете, что отвечать, говорите пас. Или же вы можете взять вопрос замены. Какую область замены вы выбираете? Ветхий завет. Интересно. Вы готовы играть? Да, готов. Можно начинать. Играем. Народ против Владимира Хлипцева. Первый раунд. Первый вопрос. Какая российская актриса сыграла роль Миледи в фильме Д'Артаньян и Три мушкетера? Черехова. Правильно. Вот такой простой первый раунд. Ваш выигрыш тысяча. Будем играть дальше? Будем, конечно. До конца. Вы знаете наши правила? Знаю, да. Если вы сомневаетесь, что хотите играть дальше, берете выигрыш и покидаете нашу студию. Да. Я понял. Я готов играть дальше. Вы сказали, будете играть до конца, а наша игра бесконечна. Если вы будете отвечать на наши вопросы... Ну, я здесь посидею или что-нибудь. Или посижу, или посидею. Это уверенно. Ну что ж, посмотрим, так ли это. Играем дальше? Да, играем. Ваши успехи. Выигрыш тысяча. В запасе 3 минуты 51 секунды. Ветхий завет. Вопросы замены не использованы. Итак, второй раунд. Первый вопрос. Какое название получила винтовка Мосина калибра 0,3 дюйма? Трехлиней. Правильно. Каким французским словом называют спиртные напитки, подаваемые для возбуждения аппетита? Аперитив. Правильно. Неплохо. Второй раунд окончен. Вам легко дается игра? Ну, пока да. Еще немножко справлюсь с волнением и будем дальше играть. Да, здесь все очень волнуются. А вы волнуетесь? Ну, это неожиданно так, поэтому... Ну, я привыкаю уже потихонечку. Ну, смотрите, потому что у нас впереди третий раунд. Выигрыш будет пять тысяч рублей. А сейчас у вас такие результаты. Выигрыш две с половиной тысячи. Запасе три минуты 33 секунды. Вопросы замены не использованы. Они ваши. Ветхий замет еще может вам помочь. Играем дальше? Да. Начинаем. Третий раунд. Первый вопрос. Что Белинский назвал самым великим, самым гениальным и самым непогрешимым критиком? Пас. Время. Как называется главный приз Берлинского кинофестиваля? Пас. Золотой медведь. Как называется тонкая прозрачная бумага, применяемая в черчении для снятия копий? Калька. Правильно. Как звали трех древнеримских богинь красоты? Пас. Грации. Напоминаю, что в третьем раунде вы можете сказать пас только дважды. К сожалению, вы можете назвать только вопрос замены. Вопрос замены? Вопрос замены. В каком городе Господь был вынужден помешать строительству, смешав языки всех народов? Вавилон. Правильно. Как иначе называются ореховые деревья, на которых растут финики и кокосы? Пальмы. Правильно. Владимир, ваш выигрыш пять тысяч. Впереди четвертый раунд. Вы можете выиграть пятнадцать тысяч. Вы будете играть или возьмете выигрыш? Я буду играть. Это точно. Итак, что у вас на этот момент? Выигрыш пять тысяч. В запасе две минуты, тридцать две секунды. Использован один вопрос замены. Играем? Играем. Играем. Четвертый раунд. Первый вопрос. В каком городе Швейцарии впервые состоялся чемпионат мира по фигурному катанию для женщин? Пас. Да, восьмом. Какой химический элемент в таблице Менделеева по латыни называется фэру? Железо. Правильно. Каким немецким словом называется выступление и спектакли приезжих актеров? Гастроли. Правильно. Что отбрасывает на поверхность предмет, освещенный с противоположной стороны? Пас. Тень. Пасов у вас больше нет. Замена. Замена. Вопрос замены. Чем кроме утренней манны питались израильтяне по вечерам, странствуя по пустыне? Замена. Вопрос замены. Мясом перепелов. Ответ. Как называется последний из пяти книг Моисея? Второзаконие. Правильно. Как называются широкие полосы ткани, нашитые на форменных генеральских брюках? Лампасы. Правильно. Ваш выигрыш увеличился. Пятнадцать тысяч. Берете деньги и уходите? Или остаетесь играть? Игра. Игра. Выигрыш большой уже. Время хватает. Хватает? Да. Вы уверены? Думаю, да. Давайте посмотрим, какие основания у вас надеются на выигрыш. Пятнадцать тысяч рублей. В запасе одна минута двадцать пять секунд. Ветхий завет исчерпан полностью. Будьте осторожны. Потому что запасов, вопросов замены у вас больше нет. Играем? Играем. Вы полностью уверены в этом? Да, я достаточно. Еще не поздно отказаться? Нет, играю. Ну, хорошо. Вы смелый человек. Впереди самый трудный пятый раунд. Начнем? Начнем. Играем. Пятый раунд. Первый вопрос. Какой город считается родиной русского самовара? Тула. Правильно. Как называются мягкие кожаные ботинки индейцев Северной Америки? Макосина. Правильно. На какой московской киностудии был снят фильм «17 мгновений весны»? Мосфильм. Детских и юношеских фильмов имени Горького. Итак, на самом трудном пятом раунде вы не смогли ответить на этот вопрос. Этот вопрос прислал нам Гурген Григориан из города Киева. Вы слышите нас, Гурген? Да. Здравствуйте, я говорю с Киевом. Да. Это РЕН-ТВ. Да, очень приятно. Передача «Народ против». Ее ведущий Александр Милосердов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос был труден для нашего игрока, поэтому вы можете разделить с ним его выигрыш. Сколько я вам сейчас сказать не могу. Это покажет гонг-игра. Так. Чем вы занимаетесь сейчас? Вот вы меня застали на работе, я уже собираюсь выходить. Ну, я надеюсь, вы не уйдете и дослушаете, сколько вы выиграете сегодня. Ну, слушаю, конечно. Потому что выигрыш нашего игрока 15 тысяч. Не знаю, поделится ли он с вами или нет. Посмотрим. Посмотрим. Итак, гонг-игра. Наши правила. В ней три варианта. Один из них безопасный. В нем гонга нет. В двух других гонг прозвучит обязательно. Но когда это произойдет, неизвестно. Какой вариант вы выбираете? Ну, я думаю, второй. Давайте выберем. Давайте. Вариант номер два. Гонг-игра. 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 Пять тысяч семьсот пятьдесят девять рублей. Девять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей. Девять тысяч семьсот три рубля. Девять тысяч семьсот восемнадцать рублей. Девять тысяч десять тысяч сорок девять рублей. Вы нажали кнопку. Да. Ну что ж, Гурген. Ваш выигрыш четыре тысячи девятьсот пятьдесят один рубль. Вы довольны? Ну, я бы сказал, что это мой рекордный выигрыш в народе против. Ну, что ж, выигрыш неплохой. Четыре тысячи девятьсот пятьдесят один рубль. Теперь можно со спокойной совестью идти домой с работы. Да. Мы ждем еще ваших писем. Гурген, всего доброго. Добрательно. До свидания. Всего доброго. Владимир, а ваш выигрыш составил десять тысяч сорок девять рублей. Спасибо. Давайте посмотрим теперь, что было бы, если бы вы не нажали на кнопку. Давайте. Десять тысяч сорок девять рублей. Десять триста шестьдесят три рубля. Десять четыреста пятьдесят три. Тринадцать восемьсот одиннадцать. И только бы здесь прозвучал гонка. Итак, вы покидаете нашу студию с выигрышем десять тысяч сорок девять рублей. Спасибо. До свидания. А познакомлю я вас с нашим новым игроком только после рекламы на канале РЕН-ТВ. Итак, мы снова в студии программы «Народ против». Наш новый игрок Павел Олегович Власенко. Санитарный врач. Лучшим киноактером он считает Жанна Поля Бельмондо, потому что находит в нем много общего с собой. Это действительно так? Психологически. Психологически? А физически? Вы также умеете делать трюки и так далее? Я стремлюсь к этому. Хорошее стремление. И оно еще и в том, что вы пришли на нашу программу, потому что это будет нелегко. Как вы думаете, Бельмондо справился с этой задачей бы или нет? Не сомневаюсь. Как вы верите своему любимому герою? Да. Итак, я знакомлю вас с правилами. У вас, как всегда, четыре минуты. Всего пять раундов. Каждый раунд содержит пять вопросов. В первом раунде вы должны ответить на пять вопросов. Во втором на два. В третьем на три. В четвертом на четыре вопроса. Пятый раунд самый сложный. В нем надо ответить на все пять вопросов. Если вы не знаете ответ, вы говорите пас. Или берете вопрос замены. Из какой области знаний вы хотите взять вопросы замены? Царствование Екатерины Второй. Очень интересно. Также вы должны знать, что вопросы замены вы можете взять за эти пять раундов только три раза. Начинаем. Народ против Павла Васенко. Раунд номер один. Вопрос номер один. Какое мрачное название носит единственная поющая бабочка? Пас. Мертвая голова. Как называется оболочка земли, в которую входят? Тропосфера, стратосфера и мезосфера. Пас. Антросмосфера. Что, согласно крылатому выражению Вольтера, является врагом хорошего? Лучшее. Правильно. В небольшой борьбе вы справились с первым раундом. Давайте покажем вашему любимому герою, какие ваши результаты. Итак. Выигрыш тысяча рублей. В запасе целых три минуты тридцать девять секунд. Вопросы замены не использованы. Играем дальше? Конечно. Раунд номер два. Вопрос номер один. Кто в 1993-2001 годах являлся президентом Соединенных Штатов Америки? Билл Клинтон. Правильно. Как называется собственная информационная программа телеканала РАН-ТВ? Пас. 24. За короля какого государства вышла замуж Анна, дочь Ярослава Мудрого? За короля Франции. Правильно. Второй раунд позади. Ваш выигрыш две с половиной тысячи рублей. Совсем не тяжело. Поживем, увидим. Может, заберете выигрыш? У меня еще есть замена. Да. А может быть, нет. Вы помните, что есть? Вы, по-моему, уже взяли, нет? Нет. Сейчас проверим. Выигрыш две с половиной тысячи рублей. Запасить три минуты шестнадцать секунд. Это много. Вопросы замены не использованы. Вы правы. Ну ладно, не буду вас путать. Играем дальше? Конечно. Играем. Третий раунд. Первый вопрос. Как называется личинка бабочек? Пас. Гусеница. В какой спортивной игре валан перекитывают ракетками? Бадминтон. Правильно. За кого шекспирский Ричард Третий был готов отдать полцарства? За коня. Правильно. Назовите имя прославленного военачальника Ворошилова. Клемент. Клементий, точнее. Я принимаю ваш ответ. Итак, впереди четвертый раунд. Ваш выигрыш составляет пять тысяч рублей. Хотя вы можете в четвертом раунде выиграть 15 тысяч. Будете играть или возьмете выигрыш? Я поиграю. Итак, каковы ваши успехи? Выигрыш целых пять тысяч рублей. В запасе целых две минуты пятьдесят три секунды. Вопросы замены не использованы. В следующем раунде вы можете сказать пас один раз. Вот так. Вы готовы? Конечно. Четвертый раунд. Первый вопрос. Сколько полных недель в одном календарном году? Пас. Пятьдесят две. Какой музыкальный термин в переводе с итальянского означает «тихо»? Пиано. Правильно. Одним из символов какой страны является гора Фудзияма? Япония. Правильно. Как звали крысу, чуть не погубившую жизнь Буратино? Замена. Вопрос замена. Какое тройное имя носило до принятия православия Екатерина II? Софья Фредерико Августа. Правильно. Кто согласно Конституции Российской Федерации обладает правом объявления помилования? Президент Российской Федерации. Правильно. Пятнадцать тысяч рублей. Четвертый раунд позади. Вот на этом раунде-то все срываются. Вот здесь-то как раз можно и подумать о том, чтобы взять деньги и уйти. Я подумаю. Подумайте. Я останавливаюсь, я забираю деньги. Вы берете выигрыш? Да. Это я вас напугал, что ли? Нет. Вы так хорошо отвечали на все вопросы. Я говорил в общем, а вас-то как раз не испугаешь. Вы можете играть дальше. Я знаю. Хорошо. Какие основания у вас для этого? Выигрыш 15 тысяч. В запасе целых две минуты. 0,9 секунд. Не использовано два вопроса замены. Хорошая защита. Ну ты как? Нужно уметь останавливаться. А у нас никто никогда еще не останавливался с таким результатом. Я буду первый. У вас две замены. Я знаю. Бельмандо на вашем месте точно играл бы дальше. Вы когда шли на нашу программу, вы были уверены, что уйдете с 15 тысячами? Я не был уверен. Итак, ваш выигрыш составил 15 тысяч рублей. А эта сирена означает, что наша передача окончена. Вы смотрели передачу «Народ просит» с ее ведущим Александром Милосердовым. Если вы хотите принять участие в нашей программе, посетите наш сайт vmedia.ru или звоните нам по телефону 258-59-76. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ